Всем добрый день! Видите, как у нас теплицы прибрались, вымыли все, все отлично. Теперь небольшой вайфак по автоматам. Мы уже 5-6 ставим термоприводы красноярского производства и бывает, что у него шток закусывает. Я думаю, все это прекрасно знают. Видите как, для того, чтобы этого не происходило на каждый сезон, вот это место просто смазывать. Я беру обычное, можно верить тено, любое масло. Масло цепное для цепи у меня есть. Смочил, вот так вот. И шток промазал. Неудобно одной рукой. В общем, вот так вот промазал, смазал, можно так сказать. Все, и он, видите, как его, смотрите, как он свободно ходит. Сейчас, потому что прохладно. И все, вот так его разработали. Вот, разработали, маслицем еще смазали на зиму. Также весной повторить эту процедуру рекомендую, потому что бывает все равно подкусывает. Вот, видите, не закрыты все. Смотрим. Вот один у меня был подкусанный. Я сейчас все их так обработаю и смажу. Все термоприводы. Так сказать, проведу, вот они, видимо, всякие на испытаниях тут лежат. Вот, проведу техническое обслуживание. Ну, так вот все отлично. Так что, помыли, прибрались, автоматы маслицем смазали, и все у вас будет прекрасно. Можно их на зиму. Я не снимаю на зиму. То есть, смазал, теплицы жарко, они открылись. В основном, рекомендуется снимать их на коньковых форточках, потому что на них образуется он снежная шапка и задерживает. И когда много снега будет выдавливать, может или выдавить масло, или погнуть шток. Поэтому здесь мы рекомендуем просто снять, сдернуть и пусть он висит. Просто его отсоединить одну часть нижнюю, и просто пусть он висит. Смазали так же шток, и пусть он висит до весны. Потом, как только потеплело, снега уже нету весной, его установили, и пусть он открывает-закрывает. Вот так вот. Все просто. Однако. И свет у нас здесь есть. Видите, как со стеклом прекрасно. Многие спрашивают, у нас стоит стекло. Это сторона солнечная. В этом году очень жаркое было лето, его затеняли с понбондом. Это сторона у нас северная, тут забор идет. Это поликарбонат сотовый и торцы поликарбонатные. Все, все просто и легко. Тут тоже велосипеды уже. Клубнички только что поел. Клубника росла. Вот осталась одна. Дозревать. Видите, как теплица тепло. Сидера-то какие-то, не знаю. Вот в землю надо подсыпать свежую. По земле еще. Вот видите, как тут мало. То есть мы перекопали, и потом нас еще год весной, когда будем высаживать рассаду, мы добавляем смесь. Вот в таких мешках берем обычный грунт универсальный и мешаем уже сами почву смесь. Добавляем кембрийскую глину, перлит, вермикуллин, биогумус или какашки какие-нибудь. В общем, и добавляем в грядки. Именно раз выкапываются траншейки, где садятся помидорки и огурчики, и туда добавляется новый грунт. Старый выбирается и в огород. Все, все, как говорит, в кругооборот жизни. Вот так вот. Совсем удачного дня. Особенно осень. Осень нас радует. Прекрасное время года в этом году. А там банька. Сейчас пойду работать Арбайтен. Пока погода хорошая. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...